началось с того что купили домик в деревне под дачу ну а потом как-то понравилась жизнь на природе переехали уже на постоянную основу сюда уже семь лет здесь живем ну и местные жители как бы сказали что вы живете деревне нету курей купили 10 курей на птицефабрике обыкновенных несушек и как бы можно сказать это был старт потом начали узнавать что есть и такие породы такие породы кур начали собирать их как бы дальше уже начали узнавать что есть более красивые яркие птицы то есть потом начали появляться некоторые виды фазанов потом павлины мы в один прекрасный момент как бы захотелось что-то уже и побольше и подвернулась такая возможность купить страусов а уже после страусов появилась идея создать какой-то такой мини зоопарк и начали уже собирать различные виды животных купили в зоопарке безопаснее чем сурикат если настолько как вы ведете как собака любви обильные мотает хвостиком также никакой у него нет ни агрессии не ничего а девочка еще диковать у нас зоопарка счеток не приручили но уже кормим с рук африканские страусы живут они 75 лет яйца несут до 45 лет нас они тоже ручные памяти у страуса 30 секунд то есть соотношение массы тела и мозга у него мозг всего лишь 30 грамм весит на такую как бы массу глаз 60 то есть помнить хозяина я думаю навряд ли он помнит потому что как бы на чисто и инстинктивно то что с этой стороны постоянно кормим их каменная куница есть у них такая своя особенность они практически не нуждаются в паре в живой природе очень большая редкость увидеть у нас есть взрослая пара сурикатов когда они родили маленького суриката мы назвали мэри и как раз и родила наша кошка котят и мы подложили мэри чтобы то выкармливала потому что ее родители дикие и мы захотели ее приручить и теперь она ручная представляете даже мэри спит с доминикой